Здравствуйте! Меня зовут Елена. В моей коллекции около 250 сортов пеларгоний. У меня цветут тюльпанки, тюльпановидные пеларгонии. Справа это морбаска тюльпан. Смотрите, какое нежнейшее создание. Сливочного цвета тюльпанчики от солнышка окрашиваются в розоватый цвет. Посмотрите, какая красавица! Листики у этого сорта темно-зеленые, сочные, гофрированные, соцветия среднего размера. Тюльпанчик около 2 сантиметров в размере. Очень красивая пеларгония. Одна из самых обильно цветущих тюльпанок. У меня два сорта похожего окраса. Сорт морбаска тюльпан и сорт эмма фран бенгстбо. Название очень сложное. Извините, если я неправильно его выговорила. Но этот сорт мне нравится больше. По той причине, что он очень часто, обильно цветет. Посмотрите, пожалуйста, цветонос за цветоносом. Как только пришла ранняя весна, сразу же у морбаска тюльпан началось цветение. Растению второй год. Вот такая красавица пеларгония. В первый год, когда она зацвела, я немного расстроилась. В связи с тем, что тюльпанчики не держали форму, а были как раскрытые чашечки. И я уже думала, что мне достался спорт. И я не увижу красивеньких тюльпанчиков. Ну вот, на второй год она исправилась. И теперь, как и положено от тюльпановидной пеларгонии, цветочки по форме напоминают тюльпанчики. Мне очень нравится такая расцветка нежнее нежного. Посмотрим теперь на пеларгонию, которая слева. Это тюльпановидная пеларгония пинг-пандора. Сейчас июль, жара, весеннее цветение мне нравилось меньше. Потому что тюльпанчики были бледно-розовые. У этого растения впереди шикарные большие шапки. Посмотрите, пожалуйста. Я только и делаю, что снимаю засохшие цветоносы. Большие, сочные листья темно-зеленого цвета. А кто это там на заднем плане? На заднем плане у меня пеларгония Эйприл Сноу. Если вы не смотрели мое видео про этот сорт, посмотрите, пожалуйста. Под видео я сброшу ссылку. Очень красивая пеларгония. Рекомендую. Вообще тюльпановидных сортов пеларгонии не слишком много. Они американской селекции. Есть у них такая особенность. Эта особенность называется спорт. Что такое спорт? Это генетическая мутация. Ну, слава Богу, что у этих двух сортов у меня нет спорта. И это очень радует. Вот такие красивые шапочки у моих тюльпанок. Красиво засыхают на растении, не сорят лепестками. Если вы хотите узнать больше об аристократическом цветке пеларгонии, подписывайтесь на мой канал и ставьте, пожалуйста, лайки. Впереди вас ждут новые видео. Пока-пока. Добавлю еще, что эти две пеларгонии зимовали без подсветки на северном окне. Сильно не вытягивались. Немного посбрасывали листья. Но, несмотря на это, зимовали успешно. У меня по два экземпляра каждого сорта. Две марбаска тюльпан и две пинг пандоры. Причем я хочу сказать, что пинг пандору не обязательно сажать в большой горшок. Если вы хотите получить более компактные экземпляры, то вы можете постепенно, то вы можете постепенно, незначительно увеличивать объем горшка. Потому что если марбаска тюльпан – это карлик, то пинг пандора – это стандарт. За счет того, что она находится у меня в литровом горшке, она растет не очень спешно, но зато цветет отменно. И еще я хочу добавить, что даже если на тюльпановидной пеларгонии появился клювик с семенами, то это не значит, что такие пеларгонии размножаются семенами. Такие пеларгонии размножаются только черенками. У меня есть другие сорта еще тюльпановидной пеларгонии. Чем отличается марбаска тюльпан от эммы Франк Бенкс Бо? Это формой тюльпанчика. У эммы более вытянутой формы. Хотя по окрасу они очень похожи. Тоже сливочный цвет, неравномерное розовое окрашивание по краю цветка. И эмма имеет большую склонность к вытягиванию. Более такой худосочный кустик у нее. На этом заканчиваю свое видео. Если Вы хотите узнать что-то новое о пеларгонии, подписывайтесь на мой канал, ставьте, пожалуйста, лайки. Немножко все-таки листики пожелтели от жары. Но в отличие от других сортов, у этих двух сортов это незначительное пожелтение. Ничего страшного. Пройдет жара, и все будет нормально. До новых встреч! Вот такие замечательные пеларгонии. На этом все. До свидания!